Как раз это женские полуфиналы, да, а вторые полуфиналы, они будут завтра, они будут мужские. Ну и первая пара спортсменок, высовая категория до 51 килограмма, как нам было объявлено, Сандра Драбик против Джорданы Сорентино, Польша против Италии. К сегодня приглашается ее соперница, Ивской Италии, Джордана Сорентино. Вот и представительница Италии. Довольно серьезно настроена, люди по эмоциям, которые она сейчас сдерживает внутри себя, но на лице все равно проявляется. Красного ринга Сандра Драбик, Польша. Семьего ринга Джордана Сорентино, Питалия. Отпустили вам. Дай, Джо! Ну да, и естественно перед каждым боем здесь будут такие небольшие технические моменты, связанные с тем, что нужно надеть шлемы. Ну и в целом убедиться, что с экипировкой все в порядке. Спасибо. 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 Финальные моменты подготовки и инструктаж, конечно же. Ну и видим, насколько Сандра Драбик выше своей соперницы. Надо отметить, что ей 33 года. Она поступала на чемпионатах Евросоюза в 2013 и в 2011 году. В 2011 году звала серебро, в 2013 бронзу, также на чемпионатах Европы в 2011 и 2016 тоже серебро и бронза. И на Европейских играх в 2015 в Баку и в 2019 в Минске. И тоже у нее серебро и бронза. Ну, кроме того, она выступала на Олимпиаде в Токио, на недавней, но там в медалях не оказалась. Поступала раньше она в весе до 54 килограммов, но потом перешла в вес до 51. Ну и надо отметить, что на Олимпиаде проиграла, на первой схватке проиграла Турсуной Рахимовой. Турсуной из Узбекистана. Что касается Жордана Сорентинова, она заметно моложе, ей 21 год. И она из Рима на чемпионате мира в Улан-Удэе в 2019 году стала девятой на национальном кубке Италии. В 2020 году выиграла и стала обладельцей первого места, но также еще принимала участие на чемпионатах мира по молодежи. Там в медалях не оказывалась. При этом тоже выступала она на Олимпиаде. Здесь у нее выступления были получше, чем у Сандры Драбик, потому что провела она два поединка. Но если в первом выиграла у своей соперницы из Венесуэлы, то потом дальше проиграла сопернице из Тайпэй на гласном решении судей. Ну и она также вот у нас в Чигат Мира сидит военнослужащих, но она представляет полицию. И представляет клуб «Карабинер». Начала боксировать в 2014 году. Ну и до этого вообще занималась роликовым спортом. Но пришлось тот спорт покинуть, потому что была у нее травма колена. И сказала, что, в общем-то, перешла в бокс во многом благодаря ее брату, который сам тренировался. И мне было тогда 13 лет. Ну и это, в общем-то, тот возраст, в котором ты особо не знаешь, что тебе делать. Ну и лучше, если ты займешься спортом. При этом брат прекратил выступление по боксу. А Джордана Саратина, наоборот, продолжила и в итоге дошла даже до Олимпиады. У нас заканчивается потихонечку первый раунд. Ну, пока такое ощущение, что в основном разогрев. Ну вот, видим подсказки от тренера Джордана Сарантино. Ну, в целом, кстати, надо отметить, что и в польском углу, и в итальянском не было каких-то явных эмоций. Вроде бы все устраивает. Смотрим второй раунд. Неплохой размен. И поддавливает здорово сейчас Драбик. Да, здесь после команды немного атаковали еще спортсменки. И отступает назад после своих атак довольно неплохо. Джордана. Ну вот опять, да, в сторону провалило. Заставило соперницу улететь больше даже к канатам. Но Драбик при этом продолжает прессинг. И хорошо по корпусу. Видно, что в целом это поднахватало ударов Сарантино. Но хорошо работает сама на дистанции. Хотя казалось бы, на дистанции именно Сандре действовать выгоднее и предпочтительнее. Да, ну и постоянно вышли из итальянского угла слова о скорости. Ну и вообще в целом много подсказок получает спортсменка в синей форме. Нет, здесь мимо. Но и ответ от Сандры Драбик тоже не получился, наверное, таким, каким она его планировала. Очень неплохо сейчас задело попадание по корпусу. И опять вот разрывает дистанцию. Сандра пыталась настичь соперника несколькими ударами. Но гонг. Браво. Трапис. Браво. 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 Боксер в 2000 году власти, в опуске 5-2007 лет. Лига 95, и за 20-25 лет. Найдается четвертый Италия. Бросовый профессор против корсового коммуникации, в Лиге, в 2000 году. Ну и бессменный тренер с женской польской командой на каждом турнире она присутствует. Ну и впереди третий раунд. Пока в целом с переменным успехом проходит поединок. То у Драбик неплохие эпизоды, то у Джорданы Соррентино. Но что примечательно, Соррентино, еще раз акцентирую на этом внимание, несмотря на то, что она поменьше ростом, она, тем не менее, предпочитает держаться на средней, а то и дальней дистанции, тянуть соперницу на себя и потом дальше вот так встречать ее хорошими сериями. Супает и пробивает по корпусу. И вот сразу вяжется и особо ничего не дает сделать Соррентино своей сопернице. Ну сейчас, правда, да, только попробовала подойти, сразу же Сандра выбросила левый прямой и... Правый прямой, левый боковой и попала точно. Продолжение следует... Продолжение следует... Неплохой джеб, кстати, у Сандры, но не развивает она свои атаки. То есть вроде так вот выбросила несколько джебов, не попала и потом остановилась. Позволяет тянуть Джордане на себя. Ну и дальше уже итальянка своими сериями взрывается в ответ. Смещается довольно хорошо. Причем, что примечательно, смещается как раз влево от себя Джордана. Хотя она сама боксирует в стойке левши. То есть по классике должна бы смещаться вправо, как раз за переднюю ногу соперницы. Как сейчас, например, с правым боковым. Но больше времени именно закручивает по часовой стрелке. Хорошо, одиночным зацепило. Здорово. Право-боковой, левый прямой очень точно всадила в цель Сарентина. И сейчас тоже. Вообще, в целом, вторую половину третьего раунда она очень хорошо проводит. Продолжает вот так вот раскачивать, смещаясь стороны в сторону. Ну вот и все. Поединок закончен. И осталось дождаться судейского вердикта. Продолжение следует... Итак, сейчас мы с вами узнаем, кто вышел в финал. Да, но все-таки раздельным решением судей победу одерживает Джордана Сарентина. И она будет первой финалисткой. Ну а имя второй финалистки узнаем уже в следующем поединке. Продолжение следует...